Сколько вы платите за коммуналку у вас выходит? Да, я... Здравствуйте, уважаемые читатели, зрители. Сегодня мы вот в таком необычном формате беседуем с руководителем Департамента государственного регулирования тарифов в Воронежской области Евгением Владимировичем Бажановым. Все правильно я назвал вашу должность, да? Евгений Владимирович, ну вот первое, о чем хочется спросить и о чем спрашивают наши многие читатели, это по поводу вот этой проверки ФАС. Да, она, скажем так, она уже прошла некоторое время назад, она не суперновая, не суперсвежая, но все-таки, как вы можете ее прокомментировать, ее итоги, как это повлияло на цены, не повлияло, вообще-то грубые нарушения, какие были сделаны выводы после этого? Ну, во-первых, я хочу сказать, что эта проверка была плановой, ФАС Россия планировала еще ее два года назад, проверку она провела в прошлом году и касалась деятельности тогда еще управления, когда регулировались тарифы в отношении ПАУ-Квадро, и это там 16-й год, 17-й, 18-й и ранее. Это первое. Второе, на самом деле, проверка прошла в абсолютно штатном режиме, и здесь, если обратить внимание, то, несмотря на обилие цифр, которые были указаны в, как это называется, в мотивировочной части, то в части акта проверки, который следует после слов предписывает, значит, было указано на то, чтобы органу регулирования, то бишь нашему департаменту, необходимо провести дополнительный анализ. Я обращаю на это внимание большое. Почему? Потому что, например, у ФАС России принципиально два вывода, как правило, делает. Либо она признает, что тот или иной тариф установлен незаконно, и прямо предписывает органу регулирования изъять определенную сумму из тарифа. Ну, можно привести пример от наших коллег из других регионов, и сумма изъятия на самом деле очень большая. Это десятки, а то и сотни миллионов рублей. А в нашем случае ФАС указал на то, что в процессе регулирования в прошлые периоды недостаточно качественно было подготовлено само экспертное заключение, в котором, по мнению ФАС России, не были отражены те или иные выводы. И, соответственно, ФАС России предписал нам провести дополнительный анализ и по итогам дополнительного анализа дать свои предложения. Поэтому ни о каком игнорировании предписания ФАС не может быть и речи. Мы этот дополнительный анализ провели и направили экспертное заключение в установленном порядке. И, собственно, экспертное заключение новое, оно показало следующую картинку. Оно показало то, что в тот момент, когда это регулировалось в прошлые годы, на самом деле отрегулировалось в абсолютном большинстве правильно, просто выводы, которые сделали эксперты на тот момент, они неполно были отражены. Ну, например, то есть не были детально отражены документы, которые были проанализированы, не были детально отражены именно расчеты. То есть я подчеркну, что все те документы, которые были ранее представлены организации, они у нас есть. И расчеты были сделаны, они просто технически не вошли в состав экспертного заключения. Это объясняется очень просто. На самом деле требования к экспертному заключению таких вот строгих, о том, чтобы то, что сейчас потребовалось сделать в ФАС, их нету. Но это позиция ФАС. Мы к ней относимся с пониманием. Мы понимаем, что хотелось бы, чтобы в экспертном заключении отражались все те действия, которые делали наши специалисты. Мы отразили просто ответы. Вот если знаете, как вот простую задачку на примере школьного привести, то есть мы написали ответ, но не написали решение. А учительница спрашивает, а как вы решили, да. Вот и все. То есть мы поэтому, мы показали, как мы решили, получили, соответственно, тот же самый ответ, но за небольшим исключением, конечно, там вы правильно указали, что небольшое отклонение все-таки было, но это на самом деле носило не тот, скажем так, грандиозный характер, как это могло показаться. Поэтому мы вполне спокойно эту проверку прошли. Достаточно напряженно мы поработали там весной и летом, когда нам необходимо было поднять все эти архивы, которые у нас сохранятся. Сделать эти расчеты в составе уже экспертного заключения и мы как бы здесь абсолютно спокойно относительно законности наших действий. Ну, то есть как бы и вы получились правы в итоге, но и ФАС, это были обоснованные их замечания. Ну, ФАС России, надо понимать, это контролирующий орган. Он контролирует, как мы правильно регулируем тарифы той или иной организации. Понятно, что когда они приходят к нам на проверку, если вот будет потом у вас возможности, я вам покажу, что материалы проверки, материалы, которые нам представляют ПАО-Квадро на один год, это порядка там 10-15 папок корона. То есть, естественно, они хотели бы, чтобы наши экспертные заключения носили всеобъемлемый характер и, соответственно, чтобы им не требовалось самостоятельно просматривать все эти папки регулируемой организацией. Поэтому они сделали такое замечание, но окно не новое для нас. Мы понимали, что, скорее всего, оно будет, но мы ничего здесь не домысливаем, не доделываем. То есть, мы вот строго в соответствии с теми процедурами, которые у нас есть, действуем. Поэтому вот обращу ваше внимание, что никаких там санкций в отношении сотрудников департамента не было сделано. Это немаловажно. А почему именно московская федеральная антимонопольная? Ну, у нас же есть свое управление региональное. Очень все просто. Дело в том, что контроль за ценнообразованием и за порядком регулирования тарифов осуществляет исключительно именно федеральная антимонопольная служба как в лице своего центрального аппарата. Это важная особенность. Почему такое произошло? Потому что до 2014 года полномочиями по контролю органов регулирования субъекта обладала федеральная служба по тарифам. Потом полномочия этой федеральной службы по тарифам были переданы федеральной антимонопольной службе и именно центральному аппарату. Поэтому здесь именно она обладает полномочиями по проверке нас как мы правильно те или иные тарифы установили. А в дальнейшем теперь вы дальше будете подготовить экспертные заключения оценки. Теперь вы учитываете эти требования? Конечно, мы их учитываем. Мы и раньше старались их учитывать. Я еще раз просто обращу внимание, что объем перерабатываем нами информации он такой большой, но на тот момент просто коллеги видимо всего 20 нота, но не успели сделать то, на что обратила фаз Россия. Конечно, мы будем это учитывать. Не прокатило. Но, знаете, здесь мы к этому относимся спокойно, потому что некоторым нашим коллегам приходилось перерабатывать экспертное заключение с объемом полторы тысячи страниц. в отношении одной из энергетических компаний в Уральском регионе. Очевидно, что представьте себе, у нас порядка 30-40 сотрудников в разное время. То есть мы в отношении 1100 тарифов, которые мы устанавливаем ежегодно, мы просто физически полторы тысячи листов умножить на 1100 тарифов мы их не можем сделать. Понятно, что разные организации имеют разный объем скажем так тех документов, которые они представляют. Наша обязанность это в первую очередь сделать правильные расчеты, обоснованные расчеты и правильно их зафиксировать в тарифном решении. Не допустить необоснованного роста тарифа. Вот это на мой взгляд правильно. Если в какой-то момент мы не успели в 16-м году в полном объеме зафиксировать и разложить решение, но от этого уже не стало незаконным. Мы просто сегодня показали нашему коллегу с фас о том, что тот ответ, который мы нашли, он был правильным. Задачу не списали, а сами решили. Задачу не списали, а сами решили. Совершенно верно. А как это в итоге? На тариф как-то повлияло? Ну, да, там было небольшое снижение на буквально несколько копеек, поэтому это не те суммы, которых можно было бы говорить, прочитав первоначально это акт проверки, которые мы с вами сегодня обсуждаем. Ну да, там предписание на 40 страницах и речь о сотнях миллионах, даже о миллиардах рублей. Конечно, да, это безусловно. Я понимаю, первоначально мнение такое может быть, что вот была допущена грубая ошибка и там очень большие суммы были включены, не обоснованы. Повторюсь еще раз, если бы это было так, ФАС России бы прямо прописал после слов предписывают изъять 120 миллионов рублей из необходимой валовой выручки ПАО-Квадры и органу регулирования принятия именно нового решения, исходя вот с такого действия. Как в данном случае сделано, не было. Ну и могли, наверное, даже какое-то дело возбудить. Ну тогда, в этом случае, конечно, возбуждается уже административное дело, устанавливается виновный этот момент, это совершенно серьезный, поэтому вот в данном случае такого не было. Честь и хвала, тем сотрудникам, которые смогли, несмотря на только большой объем информации, сделать, на мой взгляд, правильные выводы. Мне кажется, мы так сразу перешли к тарифам, важно вообще понять вашу роль в назначении тарифов. Вот, например, возьмем мы, к примеру, вот инициативу депутатов, да, они предложили 6,8% повысить. Губернатор дает решение, да или нет, вот он сказал нет, а ваша роль здесь, или это было об этом, например, он утвердил, и тогда вы уже приступили к расчетам. Ну, смотрите, здесь я вынужден немножечко погрузиться более детально в предмет, который мы с вами обсуждаем. Депутаты предложили увеличить не рост тарифов, они предложили увеличить в целом совокупную плату граждан за жилищно-коммунальные услуги. Ну, по-простому, каждый из нас получает квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услуг за тот или иной месяц. Вот, речь идет в данном случае именно о совокупном платеже того или иного жителя за все жилищно-коммунальные услуги. Когда мы погружаемся внутрь этой платежки, мы с вами можем увидеть, что разные виды коммунальных услуг, они растут на разную величину. Например, у нас есть норматив и там стандарт или там ориентир по росту платы за электроэнергию для населения. Вот она, например, в текущем году составила 5%, на следующий год по проекту ФАС России тоже будет 5%. Если мы с вами посмотрим на рост тарифов на воду, на отопление, то они все разные абсолютно. Но в целом платежка за жилищно-коммунальные услуги не должна вырасти на определенную величину. Эта величина определяется по очень сложной формуле. И вот как раз об этом шла речь в обращении депутатов на губернатора. Они предложили в целом платежку не повышать более чем на 6,8%. Соответственно, в полномочии именно губернатора как главы региона определить, что предельный рост всей платы гражданина в платежке не должен превышать того или иного уровня. Соответственно, Александр Витальевич принял решение о том, что не будет того повышения, с которым вышли депутаты. Дальше возникает ситуация какая? Все равно есть определенные федеральные индикаторы, федеральные нормы, которые говорят о том, что те или иные виды затрат, те или иные виды услуг, они должны расти на определенную величину. Дальше возникает наша задача, как в тех рамках, которые нам заданы федеральным правительством, заданы губернатором, как нам увеличить тарифы для той или иной организации, чтобы в целом платежка для гражданина не выросла на те самые 4-6-8% о чем мы с вами говорим. Ведь у нас может быть разная ситуация, у нас могут быть тарифы внутри этой платежки расти на разную величину. Опять-таки, наша задача это делать не механически, а делать это обоснованно. Почему одно организмом можно дать больше, второе меньше и так далее. Вот это наша задача, соответственно, внутри тех рамок, которые нам заданы, я могу сказать, что, например, то, что губернатор определил, как предельный рост тарифа, это не означает, что у нас все тарифы будут расти только на 4%. Мы на сегодняшний день приняли уже порядка 30% тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения, порядка 25% в сфере отопления. На 21-й? На 21-й год. Я могу сказать, что десятки тарифов принимаются с ростом 1%, полпроцента, 2%, понимаете, да? То есть, это не означает, что вот мы теперь взяли все тарифы и механически подняли на 4%. В любом случае, мы анализируем материалы каждой организации и, соответственно, смотрим, если есть обоснованные предложения организации о росте тарифов, то мы тогда его принимаем, исходя из опять-таки того верхнего предела, который бы нашел губернатор. Но если его нету, если организация не обосновывает рост, то мы его не даем. Более того, я могу сказать, что по ряды организаций мы сегодня на прошлой неделе принимаем решение со снижением к уровню 2020 года. А где ждать снижения? В каких сферах я имею в виду ЖКХ? на самом деле это вода, водоотведение, отопление. Ну, а вот лично вы как думаете, вам чья позиция ближе? Депутатов, которые говорят, что это надо делать ради консессионера, потому что у консессионера есть обязательства, есть договор и просто они не поймут, скажут, мы договаривались, а где же наши деньги? Или губернатор Александр Викторович занял такую, ну, скажем, популярную позицию у народа, то есть депутаты плохие, а вот царь хороший. Вам какая позиция ближе? То есть лично вам, кажется, можно было бы повысить на 6,8 и, ну, в Воронежце бы потянули эту сумму или все-таки многовато? Ну, конечно, хороший вопрос вы задаете я отвечу таким образом, что на самом деле, на мой взгляд, и если смотреть на процедуру по установлению роста платы граждан на 2020 год, на 2021 год, то все поступили так, как это предписывается федеральным законодательством. А там предписывается именно такая процедура, что депутаты выходят с инициативой и, соответственно, дальше уже решение принимает губернатор. В данном случае депутаты поступили в соответствии с теми документами, которые были подписаны администрацией городского округа как стороной сделок по концессионным соглашением. Соответственно, там было указано о том, что концессионер рассчитывает на то, что он вкладывает определенные инвестиции и должен быть определенный возврат этих инвестиций через рост тарифа. Соответственно, дальше принимает решение губернатор. Губернатор уже как раз оценивает не только экономическую составляющую, он оценивает такой параметр как доступность роста платы граждан для гражданина. Это параметр, безусловно, он учитывает платежеспособность, покупательскую способность. И я вас уверяю, у нас не одно совещание прошло с участием нашего департамента, с участием коллег из других органов госвласти до того, как было принято такое решение. На самом деле, взвешенное решение, оно не является таким эмоциональным, но как раз направлено с одной стороны на защиту интересов граждан, с другой стороны, были выработаны определенные механизмы, как концессионерам, которые вкладываются в инфраструктуру ЖКХ, не не попасть на убытки, связанные с тем, что деньги вкладывают, а возврата у них нет. Но теперь бюджет, скорее всего, будет покрывать. Ну, не скорее всего, да, было принято решение о том, что, поскольку, опять-таки, эта процедура предусмотрена федеральному законодательству, что в случае, если плата граждан не растет на определенный рост, тот, который был заложен в условиях концессионного соглашения, то его будет компенсировать бюджет. Опять-таки, там достаточно сложный механизм, и здесь надо дать должное. Мы, опять-таки, принимали решение не, знаете, не сиюминутное какое-то, а достаточно взвешенное, на мой взгляд, учитывающее и сегодняшнюю ситуацию в экономике региона и будущие перспективы. То есть, вы согласились с мнением Александра Викторовича? Конечно, я не мог с ним, во-первых, не согласиться, во-вторых, мы, в том числе, и готовили преданалитические материалы для того, чтобы он уже принял взвешенное решение. Поторопились депутаты все-таки, да? Ну, я здесь не хочу давать такую оценку поторопились. На самом деле, они выполняли федеральное законодательство, которое, еще раз повторюсь, говорит о том, что если были заключены концессионные соглашения, то депутаты, именно депутаты, именно представительные органы местного самоуправления выходят с такой инициативой. вот как бы, поэтому здесь, я вас уверяю, здесь, на мой взгляд, тоже, там, оценивая, там, хотя, я, конечно, не могу оценивать работу депутатов, но они поступили, на мой взгляд, так как это им предписывалось федеральным законодательством. но вообще, вот этот процент, мне кажется, он в районе инфляции, да, обычно находится, предельно допустимого роста, там, 3,5-4. Но, вы знаете, как, этот процент, он, с одной стороны, в пределах инфляции, с другой стороны, есть определенная возможность по отклонению, вот, тем же самым федеральным законодательством, о котором я уже упоминал, постановление правительства Российской Федерации, там, номер 400, оно говорит о том, что допускаются отклонения, и там определенная дельта есть, она считается определенным образом. Поэтому, нельзя сказать строго, что вот у нас там все тарифы должны вырасти, там, на вот такой-то процент. Там все равно определенная вариативность предусмотрена. Но в 20-м, например, какой это был утвержден? В 20-м году был утвержден у нас рост 4% плюс-минус 2 дельта. То есть, вот плюс-минус 2% это опять-таки предел. Вот, когда мы говорим о росте платы граждан, ну да, это предел. Причем, это предел, он не означает, что, например, там все население города Воронежа или иного города Воронежской области или даже поселения будет оплачивать именно в соответствии с этим пределом. Знаете, какой последний вопрос, наверное, задам? Сколько вы платите вот за коммуналку у вас выходит? Ну, знаете, я к своему стыду плачу нерегулярно. Вот, я плачу там раз в два, в три месяца. Не знаю, так получается как-то. Вот, порядка, там, если так поделить на месяц, то порядка 4 тысяч рублей. Ну, так, в среднем по Воронежу, мне кажется. Ну, в среднем по Воронежу, в зимний период. Ну, да, да.